Россия сократит добычу нефти из-за эмбарго ЕС и ценового потолка. Добыча нефти в России может сократиться в 2023 году из-за эмбарго Европейского Союза и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7. Уже в марте добыча упадет на 500 тысяч баррелей в стуке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Добыча нефти в России, вопреки многочисленным прогнозам о снижении, на фоне западных санкций вторжения в Украину, выросла на 2% в прошлом году, до 535 миллионов тонн, 10,7 миллиона баррелей в сутки, благодаря скачку продаж в Азию, особенно в Индию и Китай. Однако после множества новых санкций, со стороны Запада Россия, сталкивается с новыми проблемами в добыче нефти, ключевого источника доходов государственного бюджета. Да, такие риски есть. Мы их оценим в ближайшее время, сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном снижении добычи нефти, в этом году. По его словам, Россия в марте намерена сократить добычу нефти, на 500 тысяч баррелей в стуке. На сегодняшний день мы полностью реализовываем, весь объем производимой нефти, однако как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. В связи с этим Россия в марте, добровольно сократит добычу, на 500 тысяч баррелей в сутки, сказал он. Страны Большой Семерки, Европейский Союз и Австралия договорились с 5 декабря, запретить использование предоставляемого западом морского страхования, финансирование и посредничество в отношении российской морской нефти, по цене выше 60 долларов, за баррель в рамках западных санкций против Москвы, в связи с ее вторжением в Украину. ЕС также ввел запрет на закупку российских нефтепродуктов, и установил предельные цены с 5 февраля. Напомним, введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России, может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля, составят 100 миллионов евро в сутки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.